Мы на месте. Мы приветствуем Салвиту, интересуемся готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. Она говорит, я доверю и показывает руки и ноги, у нее кандалы там и там. Кандалы. Хорошо. Да, такие цепи между руками и ногами и рассчитанные на шаг, например, ноги. Понятно. Хорошо. Скэнер, просканируй руки и ноги Салвиты, разрежьте кандалы и отправь их в клетку-тюрьму вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Готово. Я даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Салвита, под ногами 360 градусов вокруг нее. Системь тонких тел Салвиты находит все. У нее вышел демон, вышел джин, ризард, рептилоид и два края. И у меня на голове такая конструкция, похожая на скафандр, как водолазный костюм сверху. И она смотрит сквозь него и ей так тоскливо. Хорошо. Над клеткой ответственно за этот скафандр загорается красный маячок. Рептилоид. Хорошо. Скэнер, просканируй голову Салвиты, отключи сейчас эту конструкцию, этот шлем над ее головой вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами и отправляй в клетку тюрьму. Значит, картинка идет, как будто она смотрит сквозь это стекло, как на экран. Жизнь проходит, а она стоит и ей от этого так тоскливо. Вот сейчас мы узнаем, почему это произошло и кто за это ответственный. Каффандр в клетке. Хорошо. Какой у нас демон? 13. Сколько находишься в этом биополе? 4 года. Контракт у тебя есть? Он говорит полуконтракт. Это не контракт. У тебя есть контракт? Как эта договоренность есть? У тебя есть подписанный контракт с ней? Нету. Зачем не подписан? Есть согласие? Проверим сегодня. Есть что? Какое у тебя согласие и на каких условиях? И как оно было заключено? Какой у нас джин, Вера? Посмотри, пожалуйста. 12.48. Чьи-то кандалы? Демоны. Хорошо. Сколько находится джин в этом биополе? Джин новенький, недавно, совсем недавно. Сейчас посчитаю. По пальцам посчитать могу. 4 месяца, 4 всего. Контракт у тебя есть? Нет, что-то, что-то. Какой контракт? Это он меня позвал. А, ты с демоном пришел, да? Нет, один. Сказал он. Есть место для меня. Понятно. Хорошо. Идем дальше. Лизард, сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Рептилоид и два Грея со скафандром. Сколько вы находитесь в этом биополе? 7 лет. 7 лет. У вас есть контракт с ней? Нет контракта. Хорошо. Ни у кого нет контракта. Значит, вы здесь находитесь нелегально. Начинаем с реверса энергии в процессе работы. Я буду задавать другие вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии салвиты, спроекцировать все энергетические и сферические каналы, ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе и всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Какая цель эксперимента у вас была, рептилоид игры? Подавление души, ограничение. С какой целью? Измерение силы воли. Но вы и так ее волю подавили со страшной силы в последние 7 лет? Нет. Понимаю? Да. Вот она говорит «да». Она не может никакого решения... Первые два года мы присматривались и строили конструкцию. Потом только пришло решение сыграть на силе воли, насколько можно подавить ее. Загнать в угол, ослабить, навязать. Угу. А как ты смотришь на подавление твоей воли? Мне-то за что, да? Наша воля непоколебима. Серьезно? Как бы вы не мстили нам. Наша цель – эксперименты и разработка новых возможностей. С чего ты взял, что мы тебе мстим? Мы далеки от этого. Мы не вы. Мы не темная цивилизация. Мы не мстим. Мы восстанавливаем просто справедливость. Справедливо будет получить тебе то, что ты ей дал. В полном объеме испытать все эти чувства, которые она испытывала. И после этого я тебе задам вопрос насчет подавления воли и посмотрим, как ты, а потом и два Грея, которые стоят, испытают на себе это удовольствие. Это и есть месть. Это не месть. Это называется откат. Причинно-следственная связь. Если бы семь лет назад Рептилоэ с двумя Грейми не пришли в это биополе, не установили бы этот скафандр и конструкцию, не подавляли ее в волю, вы бы сейчас не стояли здесь. Какая же это месть? Реверс закончился. Устанавливали фильтр с золотой сеточки на все каналы в порядке реверса. Салвита забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Салвита себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Скэнер, просканируй полноту души Салвиты на настоящий момент. 94. 94. Хорошо. Выстраивается прямой канал. Один к кандалам, другой к скафандру рептилоида и Греев. И на счет три забираем все родное, все, что принадлежит и находится на частоте Салвиты. Возвращается к ней мощным потоком. Пошел процесс. От скафандра едет сила духа. Свет возвращается. От кандалов радость, уверенность. И пока идет реверс, забираем все назад. Я спрашиваю демона еще раз. На ком основании четыре года назад он вошел в это биополе, тормозил ее жизнь. Позвал Джина, установил эти кандалы на руки и на ноги, мешая человеку развиваться. Граничил передвижение. С какой целью? Проходя определенные препятствия, теряется энергия и ослабляется желание, появляется страх. А это мне очень импонирует. И вот это то, что тебе импонирует, находится в рамках твоего контракта, который ты говоришь почти заключил, да? Да. Хорошо, мы посмотрим сейчас, что это за контракт, ждем окончания реверса. Закончился. Отлично. Начинаем тогда с Лизарда. Лизард, ты три года сидел в сердечной чакре. Да. Усиливал все эти эмоции в несколько раз, правильно? Усугублял. Усугублял. В сколько раз ты усугублял ее эмоции? Он не понял тебя, он прыгает. Кто прыгает? Он на месте прыгает, как крутится. Лизард, что ты крутишься в клетке? Ты хочешь получить удар от меня или что? Нет, он не хочет. Он не понял вопрос. Мой вопрос. Во сколько раз ты усиливал ее чувства? У нее был страх. Во сколько раз ты сделал из этого страха страшнейший страх? Если была маленькая проблема, в ее глазах это была огромная проблема. Ты можешь ответить на этот вопрос, да или нет? Он не делал такие вещи. Он делал страх серым, но не черным. Хорошо. Выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью. Ничего не забывай. Возвращайся в клетку, докладывай готовность к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, он сгорит по этим каналам. Приступай. У него в сердечной чакре такой круг, как часы. И он, когда в нем находится, он начинает медленно крутиться по часовой стрелке. И в области 12 он зацикливается. То есть проходит один цикл и начинается сначала. Вот это и было в описании по циклам. Теперь Салвитер знает, кто был ответственен за это. И он не просто сидит, то есть он в этом диске крутится, собирая энергии, которые усиливаются по цветам. И опять начиная с цифры 12. Поэтому человеку и кажется, что он ходит по кругу в жизни. Кроме того, он никуда не может пойти из-за этих кандалов демона и из-за подавления воли рептилоидами Греев с помощью этого скафандра. Лизард вытащил. Джин, тебе выходить не надо. Втягивай в себя всю пыль, все подключки. Все, что ты оставил в ее биополе, докладывай, что ты закончил. Приступай. У нее на руках немного, и в ногах он стоит на пыли. Вытягивает. Готов. Демон, выходи. Что у тебя еще осталось в ее биополе, кроме этих кандалов? Есть что-то? Нет. Вытаскивай. Нет. Хорошо, возвращайся назад. Скэнер. Просканируй сейчас салвиту на частоте рептилоидов, рептилоида и Греев. Есть ли что-то, что мы не заметили? Какой он? Чип, имплант. Выводи его, отключай полностью. И все, что выходит, зависает перед салвитой. Нет, не выходит. Все вывел вместе со скафандром. Хорошо. Так. Рассинхронизация у нас не получится по словам демона. То, что у него есть контракт. Поэтому мы сразу переходим к аннулированию контрактов и договоров. Сначала я обращаюсь к салвите. Салвита, вам известно что-нибудь о заключении контракта с демоном? Нет, конечно. Хорошо. Второй вопрос. Вы хотите вернуть всю эту боль от подавления воли тем, кто вам ее дал, рептилоиду и Греем? Хочу. Отлично. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, салвита должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Да. Я говорю в слухе и тонкая копия повторяет за мной. Я. Соглашением, контрактом и договором. Договора выходят активно и подсвечиваются. Но не один контракт этот появился. Один контракт появился, ты говоришь? Да. Хорошо. Салвита, посмотрите содержание этого контракта, что там стоит. Или Вера, считай ты лучше? Идеи. Он давал ей идеи взамен на душу. Он давал ей идеи взамен на душу. После смерти? Нет. На время жизни? На земле? В этом воплощении? Да. Идея взамен на частица. Я не думаю, чтобы Салвита этого себе желала. Салвита, вы желали этого себе? Нет, конечно. Я вообще не знаю, кто он такой. Демон, похоже ты обманом зашел в ее биопуля. Это не добровольный контракт. Это контракт навязанный. Обманом. Кем ты перед ней предстал? Ты перед ней предстал демоном? Или ты предстал перед ней светом? Святым? Ангелом? Кем ты был? Он никем не был. Он показывает, что у нее в голове возникали идеи. Он ввел ее, подводил к этим идеям. Там ни слова нет о добровольности. Поэтому, демон, твой контракт сейчас будет аннулирован. Итак, пусть Салвита повторяет за мной. Внутренняя властью моего суверенного я, я объявляю право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Готово. Открываю воронку в галактическое ядро. Контракт вместе с фантомом контракта и копиями контракта уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй, аннулировано. Готово. Переходим к рассинхронизации. Дай команду на рассинхронизацию Салвиты с демоном, его кандалами, джином, лизардом, рептилоидом и двумя греями и скафандром. Пошла рассинхронизация, до 100% заканчивается автоматически. Демон далеко не уйдет, он где-то рядом в портале. В доме? Где она живет? Он не говорит, он показывает портал, он рядом наблюдает. Закончилось рассинхронизация. Ты можешь наблюдать до тех пор, пока мы не придем и не закроем эти порталы. Это раз. Во второе мы будем проверять эту душу. Если я тебя второй раз обнаружу или что-то, частичку тебя, я тебя притяну сюда, в эту клетку-тюрьму. После этого я делаю следующее. В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. Один, два, три. Хорошо, демон. Вот до сюда ты дошел. Ну, он понял. Убирай этот шар, входит в меня. Здесь не шутят, демон. Здесь совсем другой уровень. И даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Итак, Лизард, ты больше никогда в это биополе не придешь. Если ты придешь, ты будешь уничтожен. Тебе это понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Лизард забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Джин, мне повторится? Или ты понял, что сюда приходить для тебя очень опасно для твоей жизни, для твоей челмы и всех твоих денег? Джин понял, это не Джин виноват. Джина позвали. Джин находится здесь, и причина появления твоя здесь меня уже не интересует. Если ты второй раз будешь здесь обнаружен, ты будешь уничтожен. Тебе это понятно? Да, Джин хочет уйти. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Джина. Джин забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо, демон, ты все понял. Ты готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте демона. Кандалы остаются в клетке. Демон уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатай, растворяй. И ставь огненную пентаграмму. Под кандалами открывай воронку в галактическое ядро. Кандалы уходят на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Готово. Хорошо. Все ушли, остались рептилоиды два игры. Возвращаемся к нашему разговору с Салвита. Вы выразили желание отдать эту боль, которую вы получали, посредством подавления воли, рептилоиду игры. Вы подтверждаете? Да, у меня как туман в голове был. Я хочу вернуть им. Хорошо. Одеваю этот скафандр на рептилоида. Не может снять. Перепрограммирую его на подавление воли в объеме 100%. Сколько она получила от этого скафандра, от рептилоида. Включаю эту конструкцию на полную мощность и в течение одной минуты рептилоид получает откат. За семь лет всей этой боли, все что она получила, подавление воли, он испытывает на себе и все остальные негативные чувства. Пошел процесс. Заканчивается автоматически, когда 100% будет достигнут, не процентом больше. Но там нет воли, там есть что-то другое, как настырность какая-то. Его начинает корежить, сгибать в разные стороны изнутри. Бывает, когда не теми вещами занимается. Греем приготовиться. Мы не виноваты. Как же ж не виноваты, если вы здесь находитесь? Вас что, насильно взяли? Вы добровольно пришли на эту миссию? Рептилоид готов. И этот скафандр, одевая на двоих Греев, включая на полную мощность и Греев, получает свою часть. Да будет так, а так и есть. И они испытывают эти чувства, которые они семь лет дарили в кавычках Салвитю. Рептилоид паник, из него как стекает что-то, у него вниз руки, голова. Вот у нее так стекало, если он испытывает те же чувства. Так что, рептилоид, расскажи мне о подавлении воли, о своей железной воле, не сгибаемой, как ты сказал? Не может говорить пока. Значит не может. Значит много гадостей сделал. Ждем пока с Греями закончится. А Греев почему-то кидает в этом скафандре, как в стиральной машине. В этом есть смысл отката, любители экспериментов над душами. Какая же вы паразитарная цивилизация Греев? У них просто нет воли, она называется по-другому. И это цель, желание, к которой они идут. И я не знаю, как у них это происходит, но их каждого по-своему ломает. Значит у каждого свои цели были и свои желания. Вот в связи с этими желаниями они и получают откат. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Отлично. Снимает этот скафандр, переходит в соседнюю клетку. Хорошо. Салвита, мы исполнили ваше желание. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствуйте, Али. У меня здесь рептилоид 2 Грея. Семь лет сидели, два года. Можешь не рассказывать, я наблюдала. Ты в курсе. Хорошо. Очень интересный скафандр. Оставить. Оружие. Подавление воли. Мы заберем его. Всех остальных тоже. Готово. Хорошо. Клетка пустая сейчас, Вера. Да. Поехали дальше. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо. Салвита, мы закончили Вашу чистку. Как Вы себя чувствуете сейчас? Чувствую великолепно, наполнена счастливыми, радостными энергиями и уверена в себе. Отлично. Самое главное – представлять энергии, которые входят. Тогда можно наполняться ими очень быстро и эффективно. Называется визуализация. После этого сеанса наш администратор Ольга перешлет Вам рекомендации. Там будет и видео, где мы объясняем подробно, как заправлять энергией, как сбрасывать негатив. Обращаю Ваше внимание на то, что у Вас так и осталась квартира нечищенная. Мы Вас предупреждали. Демон подтвердил Вас в квартире, где Вы живете, существуют порталы. Если этот не зайдет, вполне возможно другой попытается зайти. Также есть и интерференты в квартире. Обратите на это внимание. Хорошо. Сейчас будем возвращать Вас назад в Вашу систему Биоробот Душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию салвита в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...